Приветствую вас. Снова достаточно такой коротенький вопрос. Вот вопрос про то, что человек не может обижаться. Говорит, что много людей есть, которые сделали плохо ему, но обижаться он не может на этих людей. Вот. И, соответственно, спрашивает, а чего это означает? Ну, смотрите, ситуация здесь, на самом деле, такая простая, да, и вот с моей позиции, например, ответить на эту ситуацию, вот так вот прямо, как бы, однозначно ничего это означает, нельзя. То есть я бы, ну, наверное, я бы, наверное, не стал, по крайней мере, на эту ситуацию отвечать как-то вот однозначно. Потому что мне кажется, что есть, ну, есть нюансы, вот, есть ряд нюансов, как мне кажется. И эти нюансы, их вот нельзя просто, ну, проигнорировать, да, потому что они достаточно большое значение, как мне кажется, имеют. Вот, значит, первое, то, что вы не можете обижаться, это, ну, вообще, вообще, позиция, она довольно зрела. Да, то есть, вот, действительно, как бы, обида, она, по большому счёту, никуда, ни к чему не ведёт. Но это, если мы говорим об обиде, вот какой-то такой, ну, как, об общепринятом каком-то понятии, если мы говорим. Но момент в том, что вы-то можете обиду понимать по-своему, момент в том, что вы-то можете обиду понимать как-то по-другому, вы-то можете обиду, под обидой понимать совсем, как бы, другое. И вот вполне может быть такая история, что вы на самом деле обижаетесь всё-таки на людей. Потому что, ну, например, вы помните, да, вы помните, вот, кто, кто что вам сделал, например. Вы это помните, и, ну, можно как-то говорить, наверное, о том, что это обида. Что это обида, что вас задело и так далее. То есть, если там, грубо говоря, ситуацию разбирать, да, то можно, можно, там, как бы, разграничить эти чувства, что вас задело, что вы чувствуете себя, там, какой-то не такой и прочее, прочее, прочее. А, вот. Но в целом, то-то, и в целом, если вы не обижаетесь, это хорошо. А мы всё-таки говорят о том, что вы, вот, не аккумулируете это, не отправляете себя этим, и, ну, я бы сказал, что это здорово. А, с другой стороны, как бы, наличие таких у вас, там, свободных, что ли, личных границ, да, когда вам, ну, вот, могут сделать, например, что-то плохое, вы, там, непонятно, как вам на это реагируете, вот, и, может быть, даже вообще никак не реагируете, или, или реагируете, но как-то, вот, ну, как-то не так, как, например, ну, ну, не знаю, может быть, вам хотелось бы, допустим, реагировать. То же другой вопрос, то же другой вопрос совсем. Понимаете, то есть, обещаться, это путь в никуда, но защищать себя, защищать себя, защищать, эм, как-то, вот, то, что вам, эм, ну, важно, эм, защищать, эм, вот, свои, как бы, границы, отстаивать, вот, свою позицию, необходимо, и делать это можно и нужно. А вопрос только-то в том, заключается, делаете ли вы это, если да, то как, а если нет, то, что, что вам мешает. Потому что, в целом, ваш, эм, как мне кажется, вопрос, больше про то, что вы себя, эм, чувствуете какой-то жертвой, и мне кажется, что ваш вопрос, он, эм, вот, больше-то про то, что вы себя чувствуете беспомощно перед людьми определенными. И вот это вот, на самом деле, как мне кажется, как мне кажется, очень, эм, скверно, потому что, да, обижаться нехорошо, обижаться, да, обижаться, обижаться, как бы, ну, полностью деструктивно, эм, и обида, эм, это чувство очень, эм, такое вот оно, эм, детское, эм, это все правда. Но, в то же время, в то же время, оставить свои границы, эм, вот, и в то же время, эм, ну, показывать, эм, человеку, например, да, эм, как с вами можно, как с вами нельзя, эм, и, эм, показывать человеку, как с вами, ну, общаться вообще, как с вами взаимодействовать вообще, на мой взгляд, это, эм, на мой взгляд, это необходимо, вот. И, если вы этого не делаете, если вы себя не защищаете, то, конечно, вы будете чувствовать себя, эм, эм, не очень хорошо. И, совершенно вряд ли вы будете, эм, ну, как бы, отпускать эти ситуации, совершенно вряд ли вы, вы будете, эм, как бы, относиться к ним позитивно, и, совершенно вряд ли вы будете, эм, эм, чувствовать себя безопасно. Вот. Поэтому учиться тому, чтобы оставить свои границы, реагировать, позитивно реагировать на, вот, так скажем, эм, ну, определенного, эм, определенного склада людей, на мой взгляд, ну, необходимо, на мой взгляд, это делать. Вот. Другой вопрос, что, да, это, эм, это, эм, требует определенного навыка, другой вопрос, другой вопрос, что это действительно требует определенного навыка. эм, как бы, большей внимательности к себе, и выхода, и выхода из, эм, такой вот, позиции, э, жертвы. Вот. Как мне кажется сейчас вы, эээ, ну находитесь как раз в этой, эээ… в этой позиции, в позиции жертвы, что эээ, меня, меня, как бы, обижают. я там, грубо говоря, спускаю всё на тормозах, да, и вот, а что делать дальше, я не знаю, например, и в этом смысле вам безусловно тяжело это, это вызывает у вас, это вызывает к вам, ну, сочувствие, это вызывает к вам тепло, вот, желание помочь, конечно же, вот, но я не знаю, хотите ли вы этого. То есть, понимаете, здесь штука в том, что не так важно, что это означает, здесь штука в том, что вам делать дальше, вот, значит, это может, ну, в принципе, со что угодно, и придумать, найти, как это называется, несложно, а вот как бы вы могли экологично с этим справляться, вот, это важно, и если вы хотите научиться с этим справляться, если вы, если вы хотите научиться, там, ну, не знаю, по-другому на это реагировать, к примеру, то тут вам нужно, вот, к психологу обращаться и, вот, к психотерапии, ну, в этом смысле это запрос на психотерапию, вот, в этом смысле это запрос на, вот, регулярную такую, такую психотерапию, вот, там если чувства есть, они у вас не выражаются, то, что вы на это как-то реагируете, вот, и, как мне кажется, ну, реакция вас, ну, не сказать, что бы, вот, прям, ну, сильно как-то устраивало бы, к сожалению, вот. Поэтому это означает лишь только то, что вы не очень хорошо себя знаете, на мой взгляд, это означает только то, что вы сами себе не знакомы, вот, вот, и задачей психолога как раз является сделать так, чтобы вы сами себе, ну, чтобы вы познакомились, вот, задачей психолога является сделать так, чтобы вы узнали себя, чтобы вы заметили, какая вы, когда вам делаете что-то плохое, например, есть ли, есть ли, есть ли ваш вклад в то, что вам вот что-то вот плохое делают, то есть нет ли, нет ли здесь вот такого какого-то момента, что, ну, что вы сами таких людей себе как-то притягиваете, например, да, и так далее, вот, потому что это всё очень реально, всё более реально, более чем реально, то есть, ну, более реально, чем вы думаете, скорее всего, вот, и здесь дело не в том, то есть как бы у меня не стоит задача вас обвинить, просто вот обвинить вас, да, сказать, что, слушай, да, вот, ты, как бы, во всём виновата, да, и всё, это всё, как бы твоя вина, нет, нет, такого, такой задачи нет, просто вот, ну, есть ваша ответственность, очевидно, вот, и крайне важно вам с этой ответственностью сталкиваться, вот, крайне важно вам видеть эту ответственность, крайне важно вам, ну, замечать её, потому что, если вы не будете этого делать, если вы не будете замечать свою ответственность, да, вот, что, ну, вот в том, что происходит, да, есть, как бы, ну, ваш вклад, то ситуация будет в целом для вас, вот, складываться, ну, весьма-весьма непривлекательно в этом смысле, и, как бы, вы можете не перестать по итогу испытываться, вот, ну, негативные какие-то чувства от того, что вот происходит, вот, поэтому я бы ответил на ваш вопрос вот так, вот, я бы не фиксировался, я бы не фокусировался бы на том, что это означает, а больше бы фокусировался на истории о том, а как же, как же, как я вот, ну, вот, в такой ситуации оказываюсь, вот, как, почему я в этой ситуации оказываюсь, вот, ну, снова и снова, да, например, ну, например, вот, и, что я могу, вот, ну, вообще, с этим, с этим, там, вот, дальше делать, как я могу с этим обращаться, вот, я бы, наверное, вот, ну, какой-то вот такой бы ответ вам предложил бы, с этой вот точки зрения, и дальше уже просто вот немножечко, ну, смотрел бы, в какую бы сторону, да, я бы хотел, я бы хотел вообще, ну, вообще, ну, там, двигаться, как бы, чего бы я хотел дальше, вот, и уже, ну, уже в зависимости от того, вот, чего бы я хотел, да, вот, как-то уже это вот, ну, развиваться и корректироваться, вот. Людей, вот, людей, вот, людей выбирать, ну, как бы, соответствующих людей, вот, потому что, ну, сейчас, например, может быть, вы выбираете людей еще не совсем подходящих, которые вот к вам относятся, ну, не совсем так вот, как вам, например, ну, хотелось бы и как вы, ну, сами вот себя видите, вот. Это тоже большая проблема, когда человек себя не слышит, вот. Когда человек, вот, ну, в какой-то степени просто, как бы, он, ну, не отдает себе отчет, да, вот, куда он движется, вот, куда он идет, в каком направлении он идет и так далее. Вот, и всему, как бы, ну, с этим можно и нужно что-то делать, это можно и нужно корректировать. А, да, это, ну, какое-то время это занимает, конечно, ну, вот, психотерапия, да, какое-то время занимает в этом смысле, но на выходе вы получаете весьма-весьма, как бы, хороший такой, ну, хороший эффект, хорошее, хорошее, хорошее улучшение качества своей жизни, вот. То есть, вот, ну, вот так, я думаю, можно вам ответить сейчас. Поэтому на этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.